Приветствую вас на канале StarLifeTV. В этом видео я расскажу о том, кто и для чего превратил Романа Костомарова в киборга. Перед началом видео напоминаю о возможности заказать платный разбор интересующего вас клипа, фильма или другого контента. Все подробности в закрепленном комментарии под этим роликом. 23 сентября 2023 года известный фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров впервые после серьезной болезни дал интервью Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион». Спортсмен рассказал свою историю и ответил на все вопросы, которые долгие месяцы волновали его поклонников. Казалось бы, откровенное интервью фигуриста расставило все на свои места и пролило свет на покрытые тайные обстоятельства его болезни. Вот только многие моменты дают понять, что в истории Романа Костомарова присутствуют странности и нестыковки, позволяющие усомниться в официальной версии случившегося с ним. Вполне возможно, что его нынешнее состояние является результатом спланированных действий третьих лиц, преследующих определенные цели. Свою историю спортсмен начал с рассказа о событиях, предшествующих его госпитализации. По словам Костомарова, во время новогодних праздников он ощущал легкое недомогание. При этом фигурист активно выступал, принимая участие в ледовых шоу. Костомаров утверждает, что перед выходом на лед его регулярно осматривал врач, но температуру за это время он ни разу не измерял. Врач был на катке, ну как бы доктор был на катке. Я немножко тоже начал подкашливать, но это обычное дело, ничего. Температуры не было пока. Я никогда ее не мерил. Исходя из этих слов, в случившемся можно было бы обвинить врача. Однако все прекрасно понимают, что фигурное катание – это бизнес, а за срыв шоу полагаются огромные неустойки. Именно поэтому многие артисты не отказываются от работы, даже если с трудом стоят на ногах. Так поступил и Костомаров, который к тому же не считал свое состояние критичным. Кроме кашля были еще какие-то симптомы? Нет. Не было? Не было ничего. Ты был в порядке? Я вполне, я был в абсолютном порядке, я все было хорошо. 9 января после последнего выступления фигурист поехал с друзьями за город, где решил попариться в бане и окунуться в ледяную купель. Многие считают, что именно это действие стало для Романа роковым. По словам фигуриста, спустя всего несколько часов после купания в ледяной воде на него напал приступ кашля, из-за которого он и вызвал скорую помощь. Когда я сел в такси и поехал домой, я стал кашлять просто нон-стоп. Уже на следующий день Костомаров оказался в реанимации коммунарки в крайне тяжелом состоянии. Фигуриста практически сразу ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ЭКМО. Именно он и привел к постепенному отмиранию тканей конечностей, закончившихся в итоге ампутацией. Таким образом у человека, всю жизнь занимающегося спортом и ведущего здоровый образ жизни, почему-то происходит молниеносное развитие заболевания с максимально тяжелыми осложнениями. Уже сам этот факт является максимально странным. Супруга Костомарова Оксана Домнина утверждает, что перед тем, как отправить мужа в больницу, она не заподозрила ничего ужасного. То есть его состояние, да, не позволяло вообще думать о таких вещах. Ну то есть нормальный человек, который кашляет и у него болит внизу вот здесь вот. Сам же Роман говорит, что по приезду в больницу его поместили в общую палату с большим количеством людей, а вскоре после этого его воспоминания обрываются. Меня привозят в больницу, забирают телефон там, и что я помню, палату, где лежит очень много человек. Вот два раза я сходил в туалет, все, дальше я ничего не помню, дальше. Роман наглядно продемонстрировал. Как протез крепится к его ноге. Показал, что с помощью механической руки он может брать любые предметы и обслуживать себя в быту. Несколько раз фигурист сделал акцент на том, что для него выбор в пользу протезов очевиден. Это я сразу сказал, что я поеду домой только на протезах. Оксана Домнина, рассказывая о том, как она преподнесла детям болезнь отца, сказала, что теперь он станет киборгом. Все хорошо, папа у нас будет киборгом, все будет круто. Роман же чуть позже пошутил, что сыну идея с папой киборгом даже пришлась по душе. Илюша еще, знаешь, сказал, а можно, чтобы у тебя голова на 360 была? Известно, что в самое ближайшее время Костомаров примет участие в съемках трехсерийного документального фильма, который расскажет о жизни людей, живущих после ампутации с роботизированными протезами. Называться он будет киборг. Сам же фигурист заявляет, что задумывается о том, чтобы в будущем стать мотиватором для людей с ограниченными возможностями. Таким образом очевидно, что Роман Костомаров был выбран в качестве рекламного лица бионических протезов. Его кандидатура как нельзя лучше подходит на эту роль. Любимый миллионами фигурист вызывает доверие и симпатию, а его история вдохновляет и внушает оптимизм. Глядя на него, люди, лишившиеся конечностей, верят в то, что у них есть шанс на нормальную жизнь. Когда ты ходишь, ты все равно чувствуешь себя человеком, ты встаешь в полный рост, и ты практически такой же, как ты был. В свою очередь, время так называемой рекламной кампании подобрано как нельзя кстати. Сейчас, в разгар СВО, бионические протезы для многих вернувшихся с поля боя могут стать актуальными. Главный же вопрос заключается в том, был ли Роман осведомлен по поводу планов на свой счет, давал ли он на это согласие, либо же фигурист стал жертвой и сейчас хранит молчание, опасаясь за жизнь своих близких. Разобраться в этом можно с помощью приема реверсивной речи. Реверсивная речь – это голос подсознания, который не может обмануть и слукавить. Она представляет собой самый точный детектор лжи. Для того, чтобы понять, что на самом деле происходило с Романом, развернем в обратную сторону фрагмент интервью, в котором он рассказывал о том, как и почему он заболел. ПЕСНЯ 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Говорилось в интервью и о связи снов и реальности. Роман утверждал, что находясь в коме, он видел очень реалистичные сны, которые практически невозможно было отличить от обычной жизни. И самый ужасный сон, который я видел, я сейчас хочу рассказать, хотя он мне казался явью. Еще одна интересная тема касается фантомных болей. Костомаров рассказал о том, что он до сих пор ощущает свои ампутированные конечности. Я чувствую ногу, я чувствую пальцы, ног, которые я могу вытягивать. Сам по себе этот феномен довольно интересный. Получается, что сознание продолжает воспринимать тело таким, каким оно было всегда. Вполне возможно, что если бы человек верил своим ощущениям, он мог бы восстанавливать свое энергетическое тело вместе с физическим. После рассказа Романа Костомарова о случившемся, все присутствующие в студии порадовались тому, что фигурист смог выжить. Лера Кудрявцева сказала, что на то была воля Бога. Спортсмен же ответил следующее. Вот я не знаю, кому это нужно было. Мы знаем. Это каких-то еще важных дел. Этими словами он словно подчеркнул, что его болезнь и нынешнее состояние используются далеко не светлыми силами. Таким образом, интервью Романа Костомарова Лере Кудрявцевой показало, что фигурист будет использоваться в качестве рекламного лица бионических протезов. Они же, в свою очередь, чреваты чипированием и превращением людей в киборгов. Кроме того, в условиях войны это довольно прибыльный бизнес. Сейчас Роман со слезами на глазах смотрит на себя здорового и, вероятно, жалеет о своем давнем выборе. Однако, став частью культа, знаменитости уже не могут повернуть назад, а потому вынуждены до конца своих дней выполнять условия контракта. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал! Ставьте лайки!